Оложили, была бригада, пьяницы. Почему они это сделали? Мы говорили, что это пророчек что-то было. Там была кинобудка, где мы ходим, а это кинобудка была. А это зал. Ну и вот так получилось, что мы отремонтировали. Там у нас школа. В школе у нас не было? Был? Позапошли. Ну вот так вот получилось. Вы говорите, что у меня нет. Да, было. Мне пришлось служить тогда. Сегодня с кем разговариваешь, с батюшком? Да ну да не может быть такого. А я сохранил один документ. Мне приходит, я когда в Тобольске был, приходит письмо. Весь открытый нашел. Батюшка, надо вам письмо? Я беру, как я читаю. Тобольск, главный храм главному батюшке. Я читаю. Раба Божия Антонина. Ну пишет, что она в 12 лет в последний раз была с бабушкой в церкви. Потом их сослали туда на север. Это в Ханты-Мансийск были. В основном в Сургуте. Это ягод больше не было. Я говорю, сейчас больная. И очень желало бы, я говорю, покаяния принести и причаститься. Я к Владыке. Вон там была у Схотюменской эпохи. Владыке. Это обязатель к Михаилу Ивановичу надо. А Михаил Иванович это областной был полномоченный. Критяков генерал-майор КГБ. Ну, в отставке как бы. Но они говорят, всегда, никогда не бывает отставлено. Ну, к нему. Он говорит, ладно, я пришлю, через два дня получите. Я говорю, а через два дня приносят мне с госполкома Автопольский, там дипломатическая почта. У меня она здесь, я могу показать. Справка, значит, дана настоятелем Покровского собора в городе Автопольска. По разрешению ему выехать в город Сургут, совершить культовый обряд над тяжелой больной женщиной. Такие времена будут. Да, приедешь туда, обязательно в первом делу зайдешь в городсполком, там, в Сургуте, отметишь. Вот так вот. Представьте, что это. А сейчас у нас все. Я как-то думал тогда, ну, нет. Потом стали здесь уже на севере открывать это арея, там, в Междуреченск. Ездил. Ну, нет, ничего, я могу не взять. В отдыхе привяжу лыжь больше. Ну, что-то по пути в Евангелие. Я приезжаю. Они с чем я приезжаю-то? Люди там жаждут. Он говорит, нам на Ипарище дали всего пять Новых Заветов. Но один мне дал. Один дал. Я его сохранил, конечно. Ну, что там они... Вот, у меня было такое... Я говорю, если только дать бы свободу, чтобы было... Библия, там, Новый Завет всем будет... Такое, значит, ну, как скажем... Духовный, розык, да, срык. Но не получилось это. Оказывается... Сегодня в Библии можно купить все при мяком, и в твердом переплете, и с позолоченными там, и... Ну, любую, можно сказать. А нет такого... У нас в 90-х годах, когда начали... К нам на крещение приезжало, у нас было по сорок человек крестивых. Даже... Вот три батюшки там... Это фотография, мы трое были с Тюмени приезжал, батюшка есть... с Грузии... Грузинской православной церкви. Мы строёмся ими в Балии. То есть, вот какое время было. А сейчас такое благодатное время и для проповеди. И благовестия. Ну, где только ты... Пожалуйста, только, говорят, не спи, не ленись... Делаем. Все равно. А как возможность есть, надо. Поэтому... И надо пользоваться. И то, что вот в 90-е годы вот не успели как раз это вот покрестить, то мы успели, многие покрестить. А вот в церковике привести к Христу вот это не успели. Поэтому, может быть, до сих пор это сказывается. Тогда было не до этого. Тогда просто надо было хотя бы просто крестить, венчать, отпевать. Потому что батюшек мало было, храма было мало. А сейчас вот храмов много, ну, людей не так много. Но, с другой стороны, как у нас народная пословица говорит, Бог не в брёвнах, а Бог в ребрах у людей. Ну, вот в этом году мне 46 лет исполняется, как я ещё на служении. И я сравниваю, что когда было тогда духовное состояние, и сегодня. Особенно не Геруси, если что у нас, а вот в городе. Совсем разные. Разные. Ну, потому что сейчас вот, ну да. Тогда пришли уже там, тогда повенчать или покрестить, это было просто, ну, уже подвиг для человека. Мне однажды, я при Сиркурии служил, я в Омской области. Темно уже. Стучится ворота кто-то, я подхожу. Вернулся, что в чёрный волк стоит. А чёрный волк, я сразу что-то, что-то такое. Так, можно к вам? А кто вы? Ну, мне надо с вами поговорить. Я открываю, заходит человек такой, галстик. Галстик. Так, вы одни дома? Да нет, у меня вина, маточка дома. Ну, хорошо, мы здесь поговорим. Я секретарь городского полкома. Горкома. Так, городского. Вот. А моя тёща, она у вас поёт. Я говорю, это всё, да, да. Ну, и что? Что? У нас ребёнок маленький. А она отказывается с ним водиться, не прикоснусь, пока не покрестите. Ну, как это будет крестить? Можно покрестить так, чтобы, ну, никто не знал это, что вы встали. Ну, можно. Договорились. Там неофилизован приезжает, когда темно уже было. Волгу оставил там подальше. Ну, бабушка здесь принимает. Всё, покрестили. Всё. А сегодня, пожалуйста, крестили. Вот так вот. Ну, что? Вы коснете христов? Они все Господь. Бог Господь. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Благодарите, Господи, Боже мой. Ну, он есть и грешка. Да-да, кто пришёл, подходит. Благодаря ищите. Благодаря ищите. Благодаря ищите. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»